Ребята, всем привет! Сегодня День Святого Патрика. Это событие в Чикаго. Называется Chicago Green River. Именно сегодня реку красят такой ярко-зеленый цвет. Здесь потрачено огромное количество зеленой краски. Она, кстати, пищевая, из овощей и абсолютно не вредит окружающей среде. Вот нам Машу, смотрите! Какая классная атмосфера. Ирландские мотивы. Вот эти вот лодочки маленькие, которые распыляют эту краску по всей реке. И люди каждый год в марте месяце наблюдают за этим классным ярким событием. Сразу поднимается настроение. А сегодня еще и солнечно. В прошлом году я очень замерзла. Немножко предыстория этого события. Кстати, посмотрите, я тоже сегодня в зеленом. Существует такая традиция, если вы видите какого-то человека не в зеленом, его просто можно подойти вот так и ущипнуть, понимаете? Поэтому не хочу нарушать пространство человека. Вот, а на самом деле, вот я сегодня тоже такая зеленая вся в препараде. Этот праздник берет свое начало с 1700-1800 годов. Ирландские иммигранты мигрировали как раз в Америку, и они принесли вот эту традицию. Отмечается День Святого Патрика ярко и шумно, но основные традиции и атрибуты остаются неизменными. Трилистник. По легенде, Святой Патрик в одной из своих проповедей рассказал о триединстве Отца Сына и Святого Духа. И продемонстрировал это с помощью листка клевера. И теперь это основной аксессуар 17 марта. Также зеленый цвет. В этой цветовой гамме одеваются жители, туристы, готовятся коктейли и даже подсвечиваются дома. Этот праздник отмечается не только в Чикаго, но еще и в других городах и странах. В том числе и в России, в Японии, в Австралии. Люди отмечают этот праздник, кайфуют, наслаждаются все в честь покровителя Ирландии. В течение видео наблюдайте за самыми яркими героями, которые здесь есть. Ну, конечно, за исключением меня. Мой костюм вообще самый лучший. И скажите, на какой секунде, на какой минуте вы увидели самого яркого представителя сегодняшнего праздника. Ребят, сейчас устроим битву костюма. Будьте голосовать за самый классный. Посмотрите, у девушки просто шикарный лук. Покажи, вообще волшебный. Шляпка такая бомбическая. Все в зеленых, хотя бы надели толстовки. Сейчас буду щипать всех, кто не носит зеленый цвет сегодня. Вот, единственное, да, вот я увидела вот того мужчину, который прямо с вот этим колпаком. Ну, конечно же, я, мой костюм. I'm sorry. Мой костюм вообще в топе. Давайте найдем еще кого-нибудь очень такого яркого и клевого. Ой, I'm sorry. Я понаступала всем на ноги. Ну, у меня, кстати... У меня стоит назад, задом ходить. А, да. Иди нормально. О, смотрите, я, по-моему, нашла победителя. Смотрите, вот парень, листики. О, мне, посмотрите, вот если единорог, то только такой. Посмотри на девушку, посмотри. Ну, вы посмотрите. Посмотрите, какая бабочка. Даже собачки, смотрите, отмечают День Святого Патрика. Посмотрите, какой интересный мужчина в костюме Святого Патрика. Да, 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 посмотрите, как он распыляет. Он кружится во все стороны и распрыскивает свою зеленую энергию. Ну, кстати, зеленый у меня ассоциируется с пробуждением природы. Посмотрите, желтая краска пошла. Не, она потом превращает желтый, превращает воду в яркий зеленый. Ух ты. Так они и зеленый распыляли, я видела, и желтый. То есть они прям добавляют вот этой яркости сегодняшнего дню. Ну, какова красота. Покажи людей. Посмотри, какие они все вот там вот нарядные. Ну, это просто невероятно, какие все прикольные. Вот, вот так отмечать нужно, вот так нужно радоваться. Ну, посмотри, как классно. Вы представляете, сколько овощей было потрачено, чтобы сделать вот эту всю красоту. Я обожаю такие мероприятия. Да, кстати, ни в одном другом городе, кроме Чикаго, такого нет, чтобы рек украсили в зеленый цвет. Насколько здесь любят святого Патрика. Из других городов даже есть туры. Я видел из Кентукки отправляются автобусы, чтобы один день провести и посмотреть Чикаго, Грин Ривер, и потом их отвозят назад. Да, ну, кстати, можно посмотреть, сколько людей вот там наверху с этой стороны. Вот там на мосту справа огромное количество людей, люди из окон смотрят даже, у кого на набережную выходят. Сколько, кстати, держится вот эта вот краска, интересно? Один день. Один день. Ну, то есть в течение целого дня можно будет наслаждаться. Смотрите! Нас сейчас окрасит ярко-желтый цвет, ярко-зеленый. Так что, хочешь или не хочешь, все равно ты будешь в зеленом. Ну, я, кстати, голодная, думаю, может быть, позавтракаю чем-нибудь зелененьким, там, руколой. Вообще, праздник День Святого Патрика является религиозным. И сегодня можно заметить, что из религиозного праздника он превратился просто в социальный праздник, потому что мы сейчас с вами пойдем в бар и мы увидим, как люди там, я не знаю, как сказать помягче, но я скажу, как есть. Жестко-жестко бухают, вот по-другому сказать нельзя. Ребят, они пьют алкоголь, любые зеленые напитки, виски. Так они отмечают религиозный праздник. Сейчас к нам подошла девушка и сказала, что вы можете попасть в этот бар абсолютно бесплатно. Просто просканируйте QR-код и посмотрите, какая очередь собралась здесь. Бейлис называется бар, чтобы в него попасть. Посмотрите, какие все зелененькие. Конкурс на лучший костюм продолжается. Классно, бусы, очки. Какие все красавцы. Зеленое пиво. Называется Эль. Все его пьют. Мы хотели зайти сейчас в бар, но посмотрите, какие здесь очереди. Все стоят. О, может быть, и до нас дойдет. Так, 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 так. Нет, я не настолько люблю этот их традиционный напиток. Эль называется. Чтобы стоять в такой очереди. Давай вот ради интереса до конца пройдем. Смотрите, какие люди. Дружелюбные все, машут, кайфуют. Как веку за айфоном в первый день. Да, да, да. Как в Black Star за бургером Тимати. В первый день. Да, да, да. Ну, смотрите, так. Ну, что, есть у тебя желание постоять в очереди? Ну, сейчас не особо. Еще идет толпа впереди. Я думаю, они тоже присоединятся к этой очереди. А мы пойдем куда-нибудь покушаем в спокойное место. Да. Точно в то место не пойдет. Потому что все идут по ирландским пабам. Кстати, ребята, здесь есть специальные пэкэджи. Почему настолько людей стоят? Какие-то акции, когда ты можешь посетить там 6 или 8 ресторанов. Ты можешь туда зайти. Ресторанов и баров ирландских. И там у тебя включено, например, блюдо какое-то, напитки алкогольные и так далее. У нас в доме есть один полицейский. Мы с ним все время по вечерам встречаемся в бане. И он рассказывал, он 3 месяца был на Healthy Life Style. Он каждый день делал кардио. Качался в качалке и ходил по 30 минут в сауну. Я говорю, а когда ты выходишь? Он такой, на день Святого Патрика. Я купил пэкэдж за 40 долларов. Unlimited drinks. То есть безлимитные напитки в 8 барах. И он начинает гулять утром сегодняшнего дня. И заканчивает гулять в 6 утра с завтрашнего дня. Ну, ребят, представляете? Это сумасшествие. То есть ты несколько месяцев жестко занимаешься спортом, на правильном питании, все время паришься в бане, чтобы потом вот таким образом алкогольным выйти из своей диеты. Они с друзьями друг другу раздают трекеры, чтобы не потеряться, потому что они планируют напить, что вообще было. Хорошая идея, кстати, да. Потому что здесь очень легко потеряться в такой толпе. Нам очень повезло. Все стоят в очереди в бар. И прямо рядом находится индийский ресторан, где нет вообще очереди. Вот ты приходишь. О, как тут красиво! Вот я обожаю такие уютные места. Какой кайф стоять в такой очереди огромной, чтобы попробовать этот Йоль или Оль или Эль, как он называется? Эль. Если можно вот Ганеша посмотреть. А там еще, смотри, Будда. И запах вкусный. Вау! Слушай, это по-матриваете? Здравствуйте! Буфет индийский. Что может быть лучше? Ребята, посмотрите, как здесь все вкусненько. Это кукурузный супчик. Вот такие специальные маленькие тарелочки для них предназначены. Здесь спринг-роллы. Это роллы такие вегетарианские. Вот здесь все для салатика. Смотрите, заливочки. Здесь ананас, яблоко. Вот там белый рис. Кстати, его всегда добавляют ко всем индийским блюдам, потому что любая начинка вкусна с белым рисом. Малай матер. Это какое-то очень вкусное блюдо с зеленым горошком. Вот смотрите, берете вот так рис, потом сверху заливаете, и вот это традиционная индийская еда. Я очень люблю овощи. Они брокколи в специях масала. Такое все пряное. Вот здесь далмак. Они одно из наших любимых блюд. А еще панир. Ребята, панир это вот по вкусу похоже на адыгейский сыр. Вот кто пробовал, ребят, вот панир тоже очень похож. Это сырная штучка. Ну и моя самая любимая. Посмотрите, десерт кхир с миндальными лепестками. Это, можно сказать, рисовая каша, рисовый пудинг. И вот это гулаб джамун. Это, конечно, все очень сахарное, но вот эти традиционные шарики. Вот здесь берете маленькую тарелочку, вот такие небольшие приборы и накладываете. Там еще есть мясная секция, но мы туда не смотрим. Да, там и рыба, и мясо есть. Картошечка, вот смотрите, несут рис вкусный, выносят. И смотрите вообще, как атмосферно. Вот здесь картина очень красивая. Я прям смотрю, какой классный вид. Кстати, это буфет, ребят, как вы уже поняли. И стоит он 25 долларов с человека. То есть вы можете кушать и просто фиксированную плату отдаете. Вот так здорово. Ну что, река официально в Чикаго зеленая. Смотрите, какая красивая неоновая вода. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотели бы здесь оказаться. И до скорой встречи. Пока!